Здарова ребят, добро пожаловать на властелин колец с модом инорад. Сегодня у нас 3 на 3 на железных холмах. Сверху за ангмарграйдхерт, с ним за кондор дрон 1202 и за изенгард еще серега. Против них. За эрбор лимбо, а это еще ничего, снова флаги попутал. Это синие горы, за харат инзукан и за ангмар. Ну давай. Закрыто. Понятно. Так, ну мы днем. Здесь ничего не будет интересного в начале, потому что большая карта. Здесь вообще, конечно, можно рашить, но тут столько всяких дополнительных плюшек, типа те же паучки, возможность сносить стены, да верно и прочее. Вроде никогда здесь не рашит. Так что и как бы нам ожидать нечего. Старты игроков здесь абсолютно не важны, то есть тут можно даже в 10 ферм играть, типа, если попытаться на халяву выехать. Ангмар крипится в 2 барака, играет к 100 стандарт. Здесь у нас, здесь куча эки, конница со сносом походу. Да, конница со сносом, конюшни я не одобряю. Здесь такой вариант раскачки, опять-таки, потому что никто не будет рашить. Здесь, в принципе, вообще можно в конницу было не стартовать, но если уж вышел, то не надо было, конечно, сносить. Потом понадобится еще парочка отрядов. В итоге придется лишние деньги тратить на них. Так, да, 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 да. Здесь еще у нас просто барак строит. Эку тоже челик. Гном на штамповал много войск. Никто, кстати, не пытается... Нет, один челик пытается все-таки сносить, получить доступ к бабосикам. А здесь аж 3 барака строят закрытым. Видимо, он уже готовится нападать. В общем, мне бесит этот маяк. О, так. Ну, короче, все крипятся. Как я и говорил, ничего интересного нет. Мотнем по бырику. И... первая стычка. Должна быть два отряда мечников против целой толпы. Им бы как бы развернуться и пойти обратно. Но они не хотят этого делать, но это корм, увы. Тут еще конница сейчас приедет, да, шансов у них нет. Ну, это, конечно, глупость со стороны Харада, потому что, допустим, даже здесь бы конницы не было. Он не успеет снести здание, когда ему в спину так много орков добасит. И рудаурцев. Просто фиданол 500 рублей, челу. Так, готовится пачка. Этот тоже никак не может приготовиться. И это. Короче, грустно. Мотаем. Ну, у Изина какая-то странная армия, если честно. Ну, окей. У Гнома получше, мне кажется, даже будет. Правда, это надо на обороночи поставить. Так, ну, все ясно. Гном Нубас. Изин. О, Изин нормальный челик, смотрите. Забыл, правда, обороночи поставить, но обилки юзает, стойки юзает. Просто ошибся чутка. Нормально. Вот Гном Нубас. Просто на нейтрале пошел в сражение. Приходит еще пачка. Так, здесь Харад построил кхандов. Обстреливает противника. Ну, Харад что-то не густо войск. Как-то он не знаю, чем он занимался, но он ничего не построил. Да, в это время пошел рейд по базе верхнего ангмара. Так, здрасте. Небольшая реклама. Сегодня стартанул турнир Inorad International. В общем, предыдущий формат турнира отменяется, потому что нам не удалось набрать достаточное количество игроков из разных стран. То есть игроков очень много, но в основном они из России и Украины. Из других стран в общей сложности где-то 22 человека, но ни из одной страны не получилось набрать 8 человек, чтобы сетка была. Поэтому турнир пройдет одной из сеткой. Вот в группе вы можете посмотреть инфу. Все, как обычно, в описании будет. Значит, фишка какая? Вам дается, если вы участвуете две недели на первый тур, если вы хотите сыграть свой матч, вам не нужно ничего искать, ничего договариваться. Вы просто выбираете одного из модераторов. Вот, пожалуйста, их ВК. И пишите, что «Здрасте, я хочу сыграть». Он вам дает вашего противника данные, ну, ВК или Дискорд. Вы договариваетесь про удобное вам время с модератором и с вашим противником. И затем играете матч. Модератор всю инфу собирает у вас, то есть баны, пики, реплеи и так далее. Вам ничего делать не надо. И все. Вот. Ну и, соответственно, на форуме по прошествии турнира будет архив. Вы можете посмотреть, если вам интересно, все матчи. Потому что матчей очень много, комментировать я их не буду. Если будут какие-то прям очень клевые, топ-реплейчики, может, то я отдельно их на канале сделаю. А начнем мы комментировать турнир где-то с четверти финала. Вот. В общем, такие дела. Всем удачи, в общем, да. Приятной игры и так далее. Тем временем верхний адмар себе доступ к баблу получил здесь. Нет, никто не пытается это делать. Узывается колдовской ветер. И мне показалось, или там колдов был убит. Да. Верхний колдов погибает в этой стычке. Конница едет на помощь. Вообще второй игрок пришел на помощь. Ну, Харад сейчас потеряет свою армию. Опять-таки та же проблема. Надо бы отступать. Копейщиков нет. Хотя он видел, что там есть конница. И в целом войска очень мало. И вообще сейчас еще и нижний Харад рискует. Потому что если эту пачку зажмут, он забрал где-то две мельницы и героя. То есть, что это у нас получается? 1100 он стоит вроде, да? Да, 1100. Но получается 1700. Здесь у него 1000 на 2500 войск. Еще одну он забирает ферму. Но главное, чтобы он героя не потерял. Ну ладно, часть войск спаслась. Но самая большая проблема это то, что Харад потерял свою пачку. В общем, фиданул, да. Приходит еще и Изенгард. Гном, конечно же, сидит на своей базе. Отвратительно. Хотя бы можно было бы пойти в атаку, пока тиммейты страдают. Хотя бы. Но он просто сидит. Пиздец. Жесть какая-то. Ну. По идее. Ну, вообще, я так понимаю, что это реплей нубов. Поэтому сейчас что-то будет непредсказуемое. Например, они все себе в голову выстрелят. Или отступят. Или как-то так. Ну вот, просто сходу вот посмотреть на вот эту вот Орду. И посмотреть. Ну вот, тут немножко есть армия. Это просто смешно. Это не войска. Харад просто фиданул. Опять-таки, повторюсь. Я уже вас заебал. Наверное, этим. Ну так вот. Всего лишь нужно взглянуть на эту Орду. Чтобы понять, что матч может закончиться за две минуты. То есть, эти чельки просто разбивают вот эти вот войска. И потом прямиком идут либо сюда, либо сюда. Разносят всю застройку казарм. Чтобы осталась только голая крепость. Подводятся какие-то подкрепы. Либо за счет прокачки они сносят. А, ну окей. Происходит чудо. Они разделяются. У челька появился король чародей. Черт, это как в дешевых хоррор-фильмах. А давайте-ка мы разделимся. Чтобы нас выебал мужик в стремной БДСМной маске. Ах, жесть. Просто на халяве забирает всю армию Гондора. Пока эти челы загрелись на, я не знаю, на барак. Охренеть. Бросайте посты. Это хорошая идея. Да, Нитора? Все, Гондор выведен из строя. Ничего у него не осталось. Огрызки убегают домой. Ангмар покоцан, но еще как бы может сражаться. Но теперь у них уже две армии. И теперь Slowpoke пришел на помощь своим тиммейтам. И верхняя команда вынуждена отступить. И плюс еще Бормер погибает. Жесть. Какой же фейл? Самое обидное, что никто его даже фокусить не пытается. Он фуловый. Он даже хотя бы не потерял. Какие-то две шальные стрелы ему в козырек может воткнулись и все. Так бы, если бы он хотя бы покоцан был, Ангмар может быть испугался бы его увел. Так, сейчас в итоге вынужден будет этот чел в одиночку с ним сражаться. Снова Халдар погибнет. Здесь уже Халдар какого уровня? Шестого. Здесь пятого. Юзается колдовской ветер очень криво. Никакого толку от этого не будет. Здесь Гном с Харадом сражается с Гондором и Изином. Я вижу, Гондор подвел немножко подкрепа. Но у них не будет шансов. Сейчас, увы. Кстати, надо воспользоваться вот этим вот подарком от Гнома забрать. Это 400 рублей как-никак. Так, все сваливают. Жесть. Ну, я вангую. Сейчас он качнется до 10 уровня. Его так никто и не будет пытаться сливать. У Лурца есть даже стрела. Если вы так засцали, хотя бы кинь на него стрелу, чтобы он убегающих воинов не убивал. Просто жесть. У Гондора, кстати, даже более-менее комба есть. Ему надо качнуть третий уровень и тут хотя бы точный выстрел. Хотя желательно лидерку для лучников. То есть, у них есть комбинация для того, чтобы снести Короля Чаргей. Легко просто. Даже если Гном хилку на него кинет, они могут его убить. Лишь бы желание было. Но вот у меня реально сейчас третий глаз открылся. Я вижу будущее. Качек качнется до 10 уровня и они все будут огребать от его ульты. Это похоже на недавний реплей, где Зафрагор качнул в начале 10. Кстати, Зафрагор тоже тут есть. Ну, опять-таки, в любой непонятной ситуации можно делать то же, что делает противник. То есть этот Ангмар тоже может выйти в КЧ и тоже выйти в Зафрагор. Посмотрим, что он сделает. Ну, кстати, вот это неплохой был контроль. Сейчас Гондор может накачаться на этих ребятах. О, да. О, да. КЧ практически шестого. КЧ Зачем они гном дости... Блин, я не знаю почему, но вот я когда смотрю на вот это вот, какая-то злость прямо в груди вот жестко начинает пригорать. Ну, зачем? Я не знаю кто Кто реплей скинул Но я не хочу смотреть кто хост Чтобы не спойлерить Скорее всего хосты кидал Но надеюсь не гном Потому что это позорище просто Седьмой уровень практически качи Ну гондор может закамбетчить Я Опять таки Изин еще и подглочил Изин может поймать качи А он уже его поймал А вот это грустно кстати Потому что у него войск чтобы убить качи нет У него армия слабовата Да лурца он потерял Берсерка он не использовал Получается контроль был потрачен зря Снова юзается колдовской ветер На какой черт он его туда кидал Но в этот раз качи хотя бы по коцам То есть Изин пытался Действительно Просто не хватило войск Но вот если бы он подождал гондор Чтобы они закучковались Кстати сейчас гондор будет пытаться еще Добавочку в него кидать Но увы Вот сейчас колдовской ветер Стоп это он под топориком что ли Вон в кд я вижу Не не под топориком Вот сейчас колдовской ветер зашел бы идеально Но увы Ангмар его раньше времени кинул Юзается опустошение Видимо Изин решил что Будет неплохо хотя бы Хотя бы войска посносить Раз уж качи ушел Надо зафокусить повозку Она успевает кинуть бочонок Но не особо то эффективно это И снова пытается Верхняя команда пушить А Гном Продолжает Господи ты даже крип не забираешь Чем ты занимаешься всю игру Что ты делаешь Два барака до третьего уровня Догрейдил Все пошел пешком Проснулся Ай блин Просто не хватает нервов Не может он какую то Я не знаю диссертацию пишет Ищет Ищет параллельно вакцину От спида рака И поэтому мало внимания на игру Обращает Может его Этот Данжен мастер Хлещет по сраке И у него только одна рука Свобождена Чтобы Играть в игру Поэтому отвлекает Слишком сильно Кстати грустно Если бы качнулся Господи Формир Мне отшибло Я забыл Как его зовут Да не было бы сейчас Такого фиаско Так неплохо Основа кидается Контроль Кстати у ангмара Апгрейд стрелы Это может помочь Против качи Врагор седьмого уровня Качешка Девятого уже уровня Качешка при смерти Но Закрыто его уводит Так что да Ну видно что хочет Хочет Набить его Блин куда он Куда он Кидает Ладно Аж игра лагает У меня Нет Нет Близко Близко Хочет еще Второй герой Сейчас убьет Кажись Один выстрел Остается Да Неправильно Он начал уводить Качешка Погоди Он ничего не стреляет Что ли А убил Убил Молодец Берегонт убил Пятый уровень Качнул Но это такое Это не камбэк Ни разу не камбэк Качи Окупился С лихвой За все это время Он девятого уровня Его можно воскресить Я уверен Что у чела Есть деньги Если они смогут Его снова убить Прежде чем он Качнет Десятый уровень Но будем реалистами Это уже невозможно Он может Банально Постоять В лучниках И уже Сможет Качнуться Но если Они каким-то Чудом Его убьют Ладно Это возможно При нормальном Тимплее Если Лурц Его поймает И Остальные Ребята Его все Зафокусят То да Он тогда Не качнется Даже если Он качнет Десятый Его возможно Даже убить При этом Тем временем Зафрагор Практически Качнул Десятый уровень И я бы Сказал Что у них Еще есть Войска Чтобы его убить Потому что Если они Сейчас Это не сделают Им прилетит Очень даже Неплохая Плюха К счастью Для них Пока у него Мало хп Ульт Его не страшен Он не нанесет Урока Но Тем не менее Раскачивать Его все равно Не стоит Так Изенгард Подводит Подкрепление И Это невероятно Но Гном Тоже движется Но Гном Еще здесь Присутствует Афк Какие-то Копейщики Его бегают Верхняя команда Решила Здесь Аванпост Настроить Но Может быть Неплохая Идея В принципе Если Они Удержат Ту Точку Что-то Мне подсказывает Что я А нет Жив Жив Думал Что пропустил Смерть За Фрагором Увы Но Я начал Немножко Болеть За верхнюю Команду Хотя По логике Вещей Я должен Болеть За нижнюю Потому что У них Гномы Практически Не играют И Качнулся Нижний Харат Ой Ангмар Ух ты Жесть Просто Теперь Остается Немножечко Знаменосцев Ну К счастью Для Гондора Здесь Стоит Фонтан Поэтому Они В теории Могут Отступить Также Подкрепы Неплохие Приходят Прямо Внезапно Так У Гондора То есть Верхняя команда Еще живет Ангмар Подкрепы Походу Не строил Да Он только Сейчас Строит И то Только На минорцев Там Подкрепов Не будет И остались Еще немножко Войска Уизенгарда Которые Дерутся С гномом Так Закрыто Поставил Не понимаю Зачем Он Маячит На Свою Армию Типа Чтобы А Я понял Он Он Предлагает Видимо Не сражаться Возле Этой Застройки Которого Дальше Не все Они придумают Как избавиться От этой Пачки Им нужен Тоже Какой-то Сплэш Либо Заехать Конницей И Харат Сможет Сделать Огненные Стрелы Им Жопа И Эти Ребята Огромный Урон Вливают Они Уже Огромный Урон Вливают У них Еще Будет Возможность Потом Крепост Во всей Видимости Аванпост Верхней Команды Был Разбит Так Зафрагор Хилится Есть Еще Десятый Уровень Халдара Все Отступают Понятно Так Вяжется Холдовской Ветер Но Зачем Давайте Пройдемся По Обилкам Ангмар Сумел Накрабить Еще Одну 25 Охренеть Вы Заметили Ребят Кстати Что Сейчас Постоянно В реплеях Кидают Где Ангмар Выигрывает Ну то есть Другие расы Тоже есть Но именно Попадаются Реплеи Где тащат Ангмар Тупо Сплошной Ангмар Небольшой Ап В патче Был Ангмар До этого Никто не играл Все говорили Ангмар Говно Сейчас Сплошные Ангмары Хотя Это неплохо Наверное И да Король Чароде Десятого Уровня Что у Гондора Есть Бормер Некаченный О Есть Церуман Но тоже Первого уровня Его очень легко Потерять Вообще Если этот Челик Закрыто Будет Пользоваться Блин Никто Даже я Не пользуюсь Этой Обилкой Она Очень Крутая Просто Как-то Вот Когда начинается Сражение Не возникает Такая Мысль В голове О У меня есть Каче Я могу Отходить Обилки Ну вот Если бы Если он будет Юзать То по сути Церуман Не страшен Вообще Ему Очень долго Придется Качаться Мне нравится Что они Вместе По сути Тимплей Двух этих Челиков Выигрывает Игру Гном Продолжает Сидеть Ну что Это За Дерьмо Чувак О Тут Какие Его Тут Развлекает Изенгард Ну неплохо Не Респект Изенгарду Что Позволил Гному Немножечко Поиграть В эту Игру А то Ему Наверное Скучно Под базой Сидеть Он Грейды Стрел Сделал Тем Временем У него Элитка Правда Мало Войск В целом Но Все Так Мор Мор Юзается Колдовской Ветер Вместе Свинт Но Удается Кстати Верхним Игрокам Уйти Из Зоны Поражения Скорее Удается Уйти Изенгарду А Гондор Смог Унести Где-то Треть Своей Армии Как же Много Призраков Наспавнилось Да Хорошая 25 Получилось Теперь Нужно Будет Переждать Так Мне кажется Ангмару Стоит Прекратить Сражаться С этими Огрызками Гнома И прийти На помощь О Серьезно В атаку Пошел Окей Так Все Призраки Сгнили Слоник Пошел Ох Зафрагор И снова Свой ульт Закидал Попал В контроль Саруман Надо бы Его добивать Какая жесть Кстати Попал Под заморозку Ульты И под Топорик Практически Двигаться Не мог Но Кажись Он может Спастись Сейчас КЧ Может Сесть На лошадь А КЧ Уже Я понял БМ Использует Ульт И благодаря Этому Саруман Погибает Неплохо Минус Баллист Да Это Поражение В принципе Я Оказался Прав Я Ванга Нижний Ангмар Раскачался И Конец Наступил Я не понимаю Что делает Этот челик Серьезно Хёрд Хёрд Из-за тебя У ребят Из твоей команды Случился Бат Хёрд Ну Что это За херня Помоги К тому же У Харада Ну типа Блин Их же не сложно Убить Построить Немножко Конницы Там Прикрытия Из копейщиков Мало Из-под тяжка Просто Подъехать Три отряда Конницы Они всех Продавят То есть Останется Что Смотрите Ангмар Практически Все Слил У него Только Герои Остались Если он Крепу Сейчас Не снесет А он Ее не снесет Молодец Кондор Засейл Он вынужден Отступать Да Ну вы Проигрываете Да Но это же Не так За этих ребят Огромное Количество Опыта Можно получить Плюс Они Дорогущие Смотрите Раз Два Три Пятых Уровня Три Четвертых Уровня Это же Просто Кайф Это Шашлыки Скид Чунезиком Но К сожалению Ангмар Дерется Здесь Уже Гном Пришел Да Ангмар Пропустил Свою возможность Помочь Тиммейтам Ну в принципе Они отступают Я вижу Что Гондор Все еще Хочет сражаться Гондор К сожалению Не качан И абсолютно Только у него Фарамир Ну еще у него Есть берегон Правда он Небось Умер Или может быть Где-то здесь И бегает Я его просто Не выпаливаю А вон он бегает Нет А нет Нет Это его Друганы Стражи Белого древа Ну короче У него Он есть То есть Возможность Убивать Героев Даже Десятых Уровней Есть Гондор То же самое Есть у Изенгарда У него Прокаченный Лурц До лидерки Скауты Все что Все что нужно Есть Только надо Казалось Что там Одного отряда Не хватает Но Не важно Но не важно Кидается Кидается Контроль Войск 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 надо было спасти фармеру сейчас очень ценный для него очень-очень ценный один слон погибает нужные копеечки какие-то иначе сейчас эти эти парни прокатиться по лукам и смерть их ожидает с под азисом кстати велики шансы что хотя нет а забыл 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 про юзать и призыв к атаке надо с копейщики убить апельс проюзал но уже поздно отступает марки неплохо копейщики даже в спину его пытаются сажать все равно проблема мара я бы советовал вышки строить если у него деньги есть хотя и вышки тоже не особо помогут если катапулты будут стрелять но с катапультами теории может помочь кондор очень жаль что бар мир не хочу это броня были мощь сильно помогла сейчас зафрагор бежал слушайте кондор красавчик бандер учиться на своих ошибках но типа в это ему не помогло понятное дело но видно что пытался увернуться ну и в типа за счет опять-таки за счет икса смотрите не все же умерли правильно если бы не все в центре стояли все бы сдохли кидается заморозка не знаю мне кажется не проживет он там еще ой там к ч есть скоро ульт откатиться тоже ремонт в кд если не за это время не снесут катапульту тоже жопу ему в одну смесли это мало здоровья гендальф чей либо блин гондор я ведь и забыл что-то а нет гордов по не понял это гномский гендальф надо было просто на него нажать снесли катапульту все-таки молодцы пытается ангмар застроиться гондор сейчас несет халдара это неплохо неплохо хотя бы не пострадает может фармер но тут еще много войск многовато эти копеечки долго могут танчить они они реальную угрозу представляют а и кидается 25 у гондора не откатился еще ремонт а давайте на харад взглянем по берегу да он при желании может может полевуху закинуть может закинуть предвесника тьмы а он почему-то погодите это бм что ли он решил не добивать крепу 25 король чердей использует слой ульт сайт это гг подольше просто приходит изенгард на помощь пытается гендальфа сурман убить все крепость рухнула лобном сидит под фонтаном водичку там пьет небось да я там торе не видел уровень круто так все черт потерпел поражение но и по всей видимости потерпят то же самое его тиммейт ну короче пока они сливаются и но конечно они могут дальше сражаться в теории но я бы им этого не советовал подведем итоги хуже всех сыграл гном отвратительная игра осуждаю прям всеми фибрами своей души зачем блин я конечно обычно советую не играть с ботами а играть сразу по сети но если вы просто сидите на базе ну в принципе я понимаю что если человек прям первый раз в игру играет ему наверное сложно поможет сначала реально сбоку не поиграть потом уже портить другим игрокам катки вот ну и у верхней команды во первых проблемах с тимплеем харад и мар нижние очень хорошо сыграли за счет тимплея просто вместе бегали аккуратно разменивались это собственно принесло им победу если бы то же самое делали верхние ребята фокусе либо к ч не было бы такой ситуации что вот у гондора выходит бор мир первого уровня а тут качей за фрагор десятого уровня это просто бред должно быть наоборот бух бор мир должен быстрее качаться они дорогущие герои ну и конечно же стоит заметить еще верхнего ангмара очень странный поступок просто бросил своих тиммейтов пошел драться с какими-то огрызками гнома дождался пока на базе харада накопится подкрепление и пососал от него вместо этого мог бы пойти на помощь и вот нам допустим отступающие войска того же харада вот этих лучников кучу дорогущих перебить качнулся бы за счет этого была бы раньше лавина и и так далее и так далее вот может быть даже за счет этого могли бы закомбетчить такие дела спасибо за внимание огромное спасибо всем кто стал моим спонсором в описании видоса вы найдете ссылки на скачку этой игры и много чего еще пока